Вот что значит жизнь полная приключений. Заметь, что зелёный сигнал светофора не всегда гарантирует тебе безопасный проезд. Кажется, он никогда не слышал про верхние габариты. Попучик, которого ты точно не ожидаешь увидеть. Сто процентов ему сейчас крайне неловко за пару лишних килограмм жира. Примерно так работала дорожная полиция в далёком шестнадцатом веке. Зато крайне эффектно, правда? Вот это поворот. Вряд ли бы у меня хватило смелости повторить что-то подобное. А у вас? Расскажи водителю про свой плохой день на работе. Полицейский, от которого не уйдёт даже сам Доминик Торетто. Если это не встроенная функция для барбекю, то сейчас на наших глазах сгорают сразу несколько тысяч долларов. Жаль, он не знал, что лучше найти другой способ снять свою машину с эвакуатора. Ставь лайк за невероятное мастерство мотоциклиста. Как всего за секунду обзавестись вторым днём рождения? Удерживать дистанцию нужно всегда, а особенно за грузовиком с открытыми дверьми. Кажется, кто-то вёл чит-коды из ГТА в реальной жизни. Ещё одно напоминание – не забывать пользоваться ручным тормозом. Иногда вопросов на дороге гораздо больше, чем ответов. Не спешите переключаться, самые интересные кадры ещё впереди. Что ты точно не сможешь предсказать на гоночной трассе, так это разворачивающегося там парня. Интересно, как он вообще смог туда заехать? Если едешь по трассе на байке, будь готов следить ещё и за небом. Интересно, рискнули бы они проехать, если бы знали, как дорога выглядит со стороны. И всё-таки иногда надо двигаться не только на мотоцикле. Так выглядят типичные сны при температуре выше 38. Вот почему водителям грузовиков нужно получать отдельную категорию прав. Как думаешь, в какую сумму ему теперь обойдётся ремонт? Радует, что это лёгкий мусор, а не что-то потяжелее. Так выглядит стопроцентная удача. Это самая дорогая снегоуборочная машина, что ты когда-либо видел. Так выглядит финальный экзамен в самой дорогой автошколе. А так первый день вождения после него. Они просто очень хотели посмотреть друг другу в глаза. Чем тяжелее твоя машина, тем эффектнее будет выглядеть дрифт. Через пару секунд его настигнет карма за перекрытие дороги. Будь готов, что тебя может встретить агрессивный водитель буквально на каждом повороте. Девчонка, которая легко устроит тебе мастер-класс по парковке фуры с парой прицепов. Если бы я не увидел это собственными глазами, то никогда в это бы не поверил. Ты можешь спастись от одного удара, но не факт, что тебя не ждёт другой. А ты бы доверил своё авто такому водителю? Тебе не нужен эвакуатор, если есть друг с надёжной машиной. Не исключено, что это запланированный трюк. Их встречу давно продиктовала судьба. Как часто ты видишь вальсирующий Мерседес? Реальные любители дрифта ездят на нём 24 на 7. Мы определённо желаем тебе столько же целеустремлённости в жизни. Вот что происходит с беспечными новичками на заднем приводе. Но давай признаем, что в такой ситуации не спасёт и полный привод. Вот почему груз в багажнике лучше всегда фиксировать. Создаётся впечатление, что он обменял своё зрение на удачу. Вряд ли ты сможешь объехать пробку, когда у тебя на пути встаёт такой страж. А вот так выглядит преимущество полного привода. Готов бы был прокатиться по такому серпантину в Индии. Звук, от которого даже становится немного больно. Ставь лайк водителю за то, что он сориентировался в самых сложных условиях. Кажется, здесь не хватает предупреждающего знака о массе машин. Он явно решил, что здесь поставили лишний светофор. И вот как раз он бы явно не помешал. Щекотливый момент, не так ли? Далее будут не менее щекотливые. Вот как выглядит действительно увлекательный день на работе. И всё же ей нужно было научиться самостоятельно ставить запаску. Как организовать бесплатную автомойку с помощью пожарного гидранта. И как доверять дорожным знакам после этого инцидента. Ещё один водитель грузовика, который забыл о существовании верхних габаритов. Водитель автобуса, который явно закончил курсы экстремального вождения. Судя по всему, в его Тойоте стоит панель, от которой невозможно оторвать глаз. Кажется, он сделал только хуже. Ребята из местного района вряд ли скажут ему спасибо за экономию их электричества. Как думаешь, сколько адреналина получают туристы на подобной дороге в Гималаях? Смотри, к чему привело агрессивное вождение водителя седана. Целых два вопроса, как он туда попал, или как долго он разворачивался, если ошибся поворотом. Похоже, кое-кто сильно перенервничал, когда должен был заехать на яму. Эмоции зрителя отлично передает этот эпик фейл. Краткий курс элементарной физики убедит его все-таки закреплять груз. И тут покрышка решила, что с нее явно хватит. Интересно, в какую сумму ему теперь обойдется его забывчивость? Как думаешь, это был план, или он просто хотел взять ее на буксир? На первой же кочке подвеска точно не скажет ему спасибо. Вот как выглядит абсолютное везение. Владельцу видеорегистратора очень повезло, что он двигался в соседней полосе. Такого монстр-трака ты точно еще не видел. Только представь, что твою судьбу может изменить превышение скорости всего лишь на 1 км в час. Неужели действительно так сложно поставить машину в режим парковки? Узкие улицы – это огромная проблема для крупногабаритных автомобилей. Никогда не знаешь, какой сюрприз ожидать от автомобиля спереди. Иногда хорошая реакция необходима, даже когда просто стоишь на парковке. Друзья, напишите нам в комментариях, что в этом видео вас впечатлило больше всего. Скоро увидимся. Он просто решил доказать всему миру, что покрышки не так уже нужны. Забавно, что ему все равно хватит колес, чтобы добраться до места. Еще один парень, который идет к цели, несмотря ни на что. Похоже, что он только что сэкономил целые 2 секунды. Классическое проявление кармы на дороге. Нет ничего хуже, чем обгон через двойную сплошную на дождливой трассе. А ты встречал водителей, которые разом пересекали 4 полосы, чтобы попасть в нужный поворот? Посмотри на линии. Все потому, что теперь обгонять было уже поздно. Неужели он правда надеялся, что проскочит? Похоже, ему пора обзавестись новым навигатором. Тот момент, когда, может, ты и хорош в параллельной парковке, но случайно неправильно начал и застеснялся. Каждый из нас уставал так же после долгого рабочего дня. Мало кто может похвастаться тем, что уставал на дыбы на грузовике. Интересно, что выйдет дороже – оплатить штраф или последствия поездки? Вероятно, месячную премию они точно сегодня потеряли. Похоже, экскаватор оказался все-таки мощнее седана. И в какой момент он заметит, что что-то идет не по плану? Немного из рубрики «Шедевры грузоперевозок». Парень, который не привык сдаваться перед обстоятельствами. Вот причина, по которой не нужно прогуливать физику в школе. Учитывая, что его скорость составляет 100 км в час, может, мы правда переоцениваем значимость покрышек? Хотя ему уже точно пора посетить автомастерскую. Спор на дороге, который точно решился не в пользу легковушки. Он явно переоценил ширину проезжей части. Если у вас появилось желание переключиться, не торопитесь. Скоро начнется настоящий драйв. Похоже, токийский дрифт выходит на новый уровень. Он не первый, кто поверил в бензиновые заправки, которые срабатывают без шланга. Водители грузовика, которые явно не любят возвращаться по нескольку раз. Такой стук в дверь к соседям мог запомниться им на всю жизнь. Не самая приятная ситуация, которая может настигнуть тебя на дороге. Красивый звук мотора, который превращается в звук настоящей боли. Вот почему не надо ссориться с водителем экскаватора. Водитель эвакуатора явно приврал в своем резюме. Судя по ведению шлагбаумов, это вырезанная сцена из фильма «Пункт назначения». Изначально план был хорош. Жаль, исполнение подвело. Ещё один хороший урок у необходимости ручного тормоза и режима парковки. Зацени, как ему повезло сохранить машину целой. И как он смог поехать дальше? Она поехала искать менее забывчивых владельцев. На нашей памяти более эффектно парковался только Эйс Вентуры. Перед просмотром таких видео было бы неплохо запастись успокоительным. Тут точно нужны стальные нервы. Грузовик просто уже устал вести на себе несколько тонн. Мы желаем каждому из вас такого коллегу, который отлично реагирует в экстренной ситуации. Даже когда он понял, что ошибся, он решил довести дело до конца. Отдельный привет тем, кто не умеет рассчитывать обгон по встречке. Мудрость гласит, что если не можешь найти свободное парковочное место, организуй его сам. А ведь сначала ему повезло, и у него было несколько секунд, чтобы всё исправить. Явная переоценка возможностей кроссовера. Зацени эту хирургическую точность от водителя фуры. Сможешь посчитать, сколько машин в этом ДТП? Эвакуатор, который приезжает исключительно к плохим водителям. Как думаешь, дворники и бутылка воды хорошо помогут в этом случае? Готовы поспорить, что более экзотического танца ты сегодня не видел? Из-за таких водителей бывают неприятности на дорогах. Вот почему не нужно пользоваться телефоном за рулём. Парень явно обожает гонять со спецэффектами. Ещё одна неожиданная встреча на дороге. Момент, когда мастер шиномонтажа забывает проверить, плотно ли закручены гайки. Сегодня мокрая дорога явно не на стороне идиотов на дороге. Даже если ты едешь на крутом пикапе, у тебя всё равно есть шанс не вписаться в поворот. Дорожные рабочие вряд ли будут ему благодарны. Есть ощущение, что с помощью этих труб он хочет найти дорогу назад. И после этого ты всё ещё не веришь, что история про трансформеров – реальность? Получился невероятно обидный заезд на парковку. Мы даже знаем, что и позволяет легко оставаться на плаву. Как думаешь, какой шанс, что он успеет проехать? Ну, что скажете, друзья? Наша подборка вам понравилась? Надеемся, время, проведённое с нами, пролетело незаметно.